В прошлой серии я получил данные о двух новых лабораториях на радаре. Оказалось, что в одной из них сидит Гавр, тот самый мудак, что ограбил меня ранее. Я собрал все части кода для этой лаборатории и теперь готов спуститься в неё и отомстить за проделанное. Напоминаю про розыгрыш ключей в моей группе ВКонтакте, до конца розыгрыша осталось несколько дней, поэтому участвуйте пока не поздно. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест. Пьёт, а также приятного просмотра. Намечается жёсткое месиво, потому что я пришёл в лабу, чтобы отпиндосить Гавра с его пацанами. Так, и мы получили код от этой двери в прошлой серии, давайте посмотрим на него. 588-139-72, по-моему это оно, 588-139-72. И, да, дверь открылась, что ж, поехали. Так, давай дротик перезарядим. А, блин, у меня только дробь, да? Нет, дротик есть, вот с дротика пока что постреляю. Так, ну давайте, я готов. 25 человек отмечается в этой довольно маленькой лаборатории, Ну не прям маленькой, но относительно. Ого, невидимка, здравствуйте. А вы что, тут все невидимые, типа, или чё? Потому что если вы все невидимые, то это плохо, знаете ли. У меня бинтов, кстати, очень мало, поэтому нужно быть аккуратнее чуть-чуть. Ну, как минимум ещё один чел невидимка. Видимо, они тут все в невидимых экзоскелетах. Мне это плохо, если честно. Ясно, я ещё и не попадаю. Ну, короче, что-то как-то грустновато. Я думал, попроще будет воевать. Но не тут-то было. Отлично, два трупа. Да, блин, промахнулся, серьёзно. Готов. Так, я думаю, они сейчас ко мне все будут стягиваться, да? Или нет? Если да, то я готов их принять. Вот тут, по-моему, кто-то идёт. Или не идёт, блин, не знаю. Кто, где, блин? Опа, опа. Здравствуйте. Он там ещё один внизу. А я вам гранатку хотите закину? Я думаю, вам понравится. Ловите. Ну, минус один точно есть. Так, у них, кстати, аномальные валы. Вот мне интересно, я бы потом посмотрел на них. Что-то эти ваши аномальные валы. В чём у них вообще прикол? Утратил возможность оптики. Блин, это плохо, да. Но повышение пробивной способности. И да, меня пробили идеально. Блин, ну это плохо. Это что, оптику нельзя нацепить? Давай я ещё раз подберу аномальный вал. И попробую с ним кого-нибудь убить. Вместо пулемёта. Так, а чё здесь? Ну, тут чисто ящик и в нём аптечки. Пригодится. Ой-ёй, как я неудачно упал. Я через каждую секунду сохраняюсь, потому что меня тут постоянно убивают. Вот по мне сейчас начали стрелять, я не знаю откуда. Готов. Ну, в целом я нормально его надамажил. Я там попал в него раза 3-4 в тело. Готов. И он отлетел. Нормально, нормально, слушай. Наваливает неплохо. Я, наверное, побольше аномальных валов с собой постараюсь ухватить. Ну, я не знаю, конечно, понадобятся ли аномальные валы по квесту, как аномальные бизоны. Но, в любом случае, армейские склады клад в башне информация о схроне. Спасибо. В любом случае, потаскаю, чё. Готов. Так, вот тут их сейчас, наверное, много должно быть, да? О, вижу одного. Минус. Больше пока что не вижу. Хотя комната довольно обширная. Я думал то, что их тут будет много. И они, в принципе, с фоном сливаются. Это чё там, крыска была? Да кто? А, ты вообще передо мной вот тут стояла. Думал, это сверху откуда-то. Вот в этом-то и проблема, видите? Они вроде видимые, но вроде и невидимые. Сразу не поймёшь, откуда стреляют. Так, вроде справляюсь. Ещё один тайник. Армейские склады. Печной тайник. И ещё один тайник. Офигеть. Автотайник. Охренеть, сколько я тайников выбиваю-то? Чё с них так падает? Хорошо. Я, кстати, под затоном. Вы знали? У меня до затона пока что ещё. Но я не знаю, далеко или нет. Но я там пока ещё не был. Смотри. Четыре тайника выбил. И все они в деревне. Охереть. Я потом обязательно за ними схожу. Мне очень интересно. Тринадцать человек осталось? Ага, понятно. Так, я знал, что тут кто-то есть. И, наверное, сейчас ещё с лестницы спустится. Такой не чувак, да? Нет, вроде не спускается. Ой-ёй-ёй, стреляют. Не пойму, откуда. Всё ещё не понял. Ладно, поднимусь сюда. Блин, да что ж ты? Интересно, а Гаврик в этой лабе давно отмечается? Да, он в туалете сидел, серьёзно? То есть до этого он вылазил, а тут решил засесть. А давай-ка я сделаю следующим образом. Вон, лови. Будешь знать, как сидеть в туалете. Готов. Вылетел просто. Так, тут двое. Готовы. Ещё, ещё, ещё есть. И ещё, блин, их не видно, особенно в тени. Ужас. Как я их должен увидеть? Но в случае, если я их не вижу, увидят гранаты. Согласны? Всё, вроде пришиб. Ой-ёй-ёй-ёй, тихо, армейская аптечка. Готово. Семь человек отмечается. Так, а сюда можно зайти? Не, вряд ли. Хотя там среди комнаты какая-то. Не понял. Вы через стены стреляете или что это? Они реально через стены стреляют прямо сейчас по мне. Через толстущие стены. Алло. Ну, это наглость, я считаю. Так, кушать захотел? Понимаю. Давай сладости. И где-то сейчас в баре плачет Гарик, да? Так, а кто? А-а-а. Ты откуда тут взялся? Так, погнали обратно вниз. Я слышу ещё пацанов, но я точно не знаю, где они. Это тут, наверное. Наверное. Готово. Четыре человека осталось. Блин, почти победил. Кстати, один из них вроде видимый. Ну, хотя бы на аватарке, да? Ого. А этот ещё и летать умеет. Странные вы, конечно, типы. А это, в сути, не тот чел, который меня отравил. Ну, не отравил, а точнее вход переградил. Помните, когда я хотел сбежать? Если это он, ему конец. Да им всем, в принципе, конец. Капец, сколько я уже этих аномальных валов подбирал. Давай посмотрим, что в лучшем состоянии. Вот этот вроде лучший. Остальное тогда разрежу на патроны. Чисто. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой, это Гавр. Смотри. Собственные персоны. Он меня захерачил. Блин, не отомстил. Но я просто хочу как-нибудь, этот, полойти к нему. Я думал, с ним поговорить можно будет. А нифига. Ну и всё. Отумстил. Так, ещё один. А где последний, который видимый? Ну, я надеюсь, что он видимый. Спустишься на лифте или нет? Не знаю, где он. Ну ладно, пусть живёт, в принципе. Мне-то чё. Так, шоу Гаврика есть. Бумаги Гавра. Бумаги Нарина у Гавра с кусочками карт разных территорий. Понятно. Ну, отомстил я ему. И что? И зачем? Так, где последний? Я его слышал. Только что он уже стрелял по мне. О-о-о-о. Нормально спускаешься? Что ты делаешь? Да понятно. Все вы любите это. Ну и всё. Вроде отомстил. Как бы вот. Что мне сейчас вообще делать? Вообще нужно к шахтёру идти. Помните? Я же к шахтёру так и не дошёл. Уничтожим Мстителя Бешеного. А, это у меня вообще квест висит дополнительный. Да, ну в принципе. Только шахтёр сейчас мне может помочь, так сказать. Потому что по остальным квестам я как-то не особо продвигаюсь. Ну естественно, я сейчас вернусь с радара. Пойду на склады и залутаю. Это уже не деревня кровососов. Это деревня тайников. Есть деревня новичков, а есть деревня тайников. Вот залутаю деревню тайников. Посмотрю, что там. Увидимся уже, я думаю, на армейских складах. Итак, я в деревне тайников. Это кто тут погиб? Это Даня Буратино. Чё он погиб-то, не знаю. Ну ладно. Первый тайник это... Меченый. Понятно. Так, где-то здесь. Ну по-моему тут просто рюкзачело должно лежать, да? Да. Ну это не рюкзак, а труба, правда. Опа. Батарейка, значит, выпала. Плёнка, пружина и четыре колбасы. Нормально. Так, дальше на вышке. Ой, сосыч, здравствуй. Подожди, дай я дробь заряжу. Да подожди, не нападай, бесишь. Всё, допрыгался, гад. Ой, я ещё слышу контролёра. Только что слышал. Страшно, блин. Где он? Ой, не, не хочу, короче, с ним воевать. А то обосыт меня опять экран. Будет неприятно. Так, синий ящик у нас этот отмечается тайником. В нём, собственно, ПДА, мамины бусы, пружина и радость туриста. Пока что неплохие тайники, слушайте. Ну, с них падают как минимум артефакты. Причём хорошие артефакты. С хорошими свойствами. Положительными свойствами. Следующий тайник здесь. Видимо, это рюкзак. Десять патронов, семь шестьдесят вторых. Две аж батарейки. Да, блин, чё мне так везёт. И четыре граната F1. Неплохо, неплохо. Последний остался. Ой, всё, контролёр. Где он? Ищите его быстрее, пока он не обоссал мне экран. Хер его знает, но я уже у тайника. Так, быстро, быстро, быстро. Вот рюкзак. У него две научные аптечки и двадцать патронов гидрошок. Всё, валью отсюда. Слушай, нафиг этого контролёра. Вроде он меня не зомбировал. Отлично. В тот раз, когда, помните, я с контролёром сражался. И потом у меня ещё монолитовец был другом. А потом стал резко врагом. Это, короче, я, оказывается, был зомбирован контролёром. У меня группировка сменилась на зомбированное. Как вы знаете, зомбированные монолитовцам друзья. И поэтому он был моим корешем. А потом зомбирование пропало. И, собственно, всё. Так, я вот решил сюда забежать. Чисто посмотреть. Может, есть что сказать этому? Кто он там? Якут? Только что-то Якут свалил отсюда, видимо, да? Реально. Вернуться за награды. В смысле? Так я же не выполнил ещё. А где Якут-то? Подожди, это кот. Это долговязый. Это вернуться за гранду. В смысле? Я возвращался уже. Генерал Воронин. Тут у меня ещё тайник, кстати, есть. А это что такое? Сивый. Ааа, мне сивого ещё нужно найти же, да? Это по поводу группы учёных. Слушайте, ну можно кроме... Ну, смотрите, на дикой территории у нас есть сивый. Есть переход на... Ну, в пещеру. Поэтому, я думаю, выбор очевиден мой. То, что мы сейчас пойдём на дикую территорию. Плюс там ещё тайничок золотаем. Но перед этим, что я хотел? Я сгоняю на болото местное. Потому что там были необычные мутанты. Может, мне в этот раз посчастливится выбить с них часть тела какую-нибудь. И вы помните, у меня же висит квест Акима на все части тела мутантов. Поэтому нужно по возможности выполнять. Так, ну давай посмотрим. Да, новые пацаны тут отспавнились. И это хорошо. Блин, какие они стрёмные. Ужас. Кстати. Их ваншоте тозик, серьёзно? Лол. Всё, последние двое остались. Я даже к ним в болото залезу. Давайте, давайте, нападайте. Бац. Бац, готово. Да, выпало, смотрите. Сердце ласта много. Если честно, не очень на сердце похоже. Напоминаю, кстати, артефакт капли. Но вообще первое, с чем у меня возникла ассоциация, вот эта вот иконка, такая там морковка. Я не знаю. Блин, со всех пятерых выпало. Офигеть, вот это фортануло. Антират. Давай, давай, выбегай скорее. Всё. В общем, сейчас зайду в бар, скину всё лишнее. Я думаю, даже вам не буду показывать, как я всё скидываю. Потому что это уже неинтересно. И увидимся уже сразу на локации дикой территории. Но сначала я отпинаю этого кабана монтировкой. И пойму, потому что с него ничего не выпало. И расстроюсь. Ладно, шучу, мне пофиг на самом деле. Так, я, конечно, не хотел включать запись в баре. Но тут, видите, у меня уже какой-то... Короче, я пришёл, а тут стояло два чела. Но один уже, видимо, смылся. Остался этот. Стояли около лестницы, что-то обсуждали. Видимо, подписчики задианонили мой тайник и пришли сюда. Ладно, чего его дианонить-то? И так понятно, где он. И так, я на дикой территории. Короче, я пока складывал там всё в тайнике. Я принял решение, что всё-таки пересяду на вал окончательно. Пулемёт сложил с патронами. А чё такое наёмники? Сейчас протестим на них как раз-таки. И взял не аномальный вал, а снайперский вал. Потому что, ну, естественно, на нём есть прицел. И с ним будет поприкольнее. И патроны взял все, которые у меня есть. В итоге, я думал, у меня их мало. Там, ну, 700 в общей сумме накопится. А у меня их 1913. То есть, вот все три калибра. 500, ну, почти 600, 800 и 500. Так, ну что ж, наёмнички, давайте посмотрим. Прямо просто в тело одна пуля. Отретели, как нихера делать, честно. АТП, заначка, шныры, нормально. Ого, у них ЛР-ки снайперские появились. Ну да, по-моему, после того, как перезаходишь на локацию, после того, как всех убьёшь наёмников, у них появляется снайперский ЛР-300. Так, переход здесь. А, нет, подожди, это куда переход? А, это в лабиринт сразу. А это куда? АЭС, что такое АЭС? Ростовка. А, ну армейские склады, наверное, имеется в виду. Ну, блин, в лабиринт, в лабиринт. Ну, можно в лабиринт перейти. А, блин, а я не знаю, кстати, где я там появлюсь. Чёрт. Ладно. Я думал, тут переход в пещеру, а тут в лабиринт. Можно, в принципе, конечно, потом попробовать зайти в этот переход. Посмотреть, где я появлюсь. И, в случае чего, рвануть в сторону пещеры. Тайник уже рядом. Блин, оно тут располагается, да? Я вот не люблю этот тайник. Я почему-то постоянно его долго ищу. А в итоге всё... Да, блин. В итоге, оказывается, всё намного проще. И он вот здесь. Что у нас? Вот какие-то левые патроны. ПДА и три сладости. Короче, тайник, дерьмо. Тут у нас умник сидит. Друг. А чё это ты мне, друг, с каких пор? Ладно, но он дефолтный NPC. Просто с уникальным стволом. Уникальным именем, поэтому роли никакой он не играет. Опа, тут уже бандосики. О, они тоже меня с таким же словом встретили. Опа. Нормально. Эй, давай без яблочек. Да серьёзно, я же его убил, увидели? Он даже не успел гранату достать. Да и тем более, она с такой задержкой взорвалась. После того, как чел уже умер, бредятина. Радар, запас группы отчаянных. Нифига себе, отчаянных бойцов. Ай, ладно, забейте. Эй, подожди, а где метка на Сивого? Она ж тут была. Не понял прикола. Так не говорите, что он там исчез и всё, сюжет похерен. Подожди, по мне кто-то стреляет. А, это Сивый. На всё, хана тебе, брат. А я не брат, ты мне гнида синежопая. Ну и всё, я со всеми расправился. Правда, у меня ХП не осталось. Так, ну чё Сивый расскажешь? ПДА наёмника Сивого. В нём его личный дневник. Давай. Отлично. Поговорить с учёным. С каким учёным? Ну, сейчас прочитаем, выясним. Так, журнал. Личные заметки по поискам. Нет, это не то. Вот, ПДА наёмника Сивого. Запись за число. Наш человек у учёных сказал, что какая-то группа отправляется в экспедицию. Куда не сообщил, так что мы засели на ростки недалеко от туннеля. Ждали мы их недолго. К вечеру появился передовой отряд вояк, а за ним подтянулась основная группа. Жан предлагал напасть. Место хорошее, узкое, удобное для нас. Но прикинув наши их силы, там вояк человек 15-20 было, не меньше, нас же всего пятеро. Дал команду следовать за ними. Мы преследовали их до самого рыжего леса, но дальше, дальше не было смысла идти. Скоро должен был начаться выброс, да и выжигатель рядом. Решили вернуться на милитаре и, тварь, вот, конечно же, тут никогда не водились псевдо-собаки. Но, когда я буду стоять читать ПДА, обязательно появится из ниоткуда собака и нападёт. Решили вернуться на милитаре и ждать их там. Правда, надежды на то, что они вернутся, у меня почти не было. Я бы и не сам ни за какие деньги туда не пошёл, мне своя голова дороже. Но эти учёные, что-то там очень важное для них. Переждали выброс, на милитаре прождали ещё пару дней и решили вернуться. Тем более, Жанна и ещё одного подстрелили из сталкера. Жан, кретин горячий. Не любит ждать, взял да ломанулся на стоянку сталкеров. Завалил двоих, а третье, ловкий падла оказался. Вальнул и Жанна, и второго. Как же его звали, Федот, кажется. Не стал разбираться и так несколько дней убили на эту чёртову группу учёных. Так с каким учёным мне пообщаться, я так и не понял. Задача, ну-ка. А, серьёзно? В бункер заглянуть? Ну давай, схожу. Добрался я до Сахарова. Профессор, мне надо с вами поговорить. Да, Меченый, слушаю вас. Профессор, несколько дней назад я наткнулся на труп военного. На трупе я нашёл записку. Так вот, в ней упоминалось о какой-то экспедиции в сторону выжигателя. Меченый, то, о чём я вам сейчас расскажу, по идее не должен знать никто. Примерно несколько месяцев назад группа учёных, конечно, не без поддержки сверху, получила разрешение на исследование выжигателя, которое расположено на радаре. Я всячески их отговаривал, объясняя, что это место пока практически не изучено, и шансов добраться до места живыми, при этом сохранив разум, практически нет. У меня, так сказать, свой подход к решению этой проблемы. Я предлагал сначала изучить полностью установку в лаборатории ИХ-16, разобраться, как она работает, как и на какие участки мозга она влияет, но, к сожалению, меня не стали слушать. Прошло уже больше недели, а от них ни слуху, ни духу. К сожалению, я вынужден предположить самое плохое. Странно, профессор, когда я отключал выжигатель, то не нашёл там никакой группы, и вообще не нашёл там людей. Ну, были монолитовцы, но это ж не люди, фанатики. Возможно, вы не исследовали весь бункер, наверняка в тот момент у вас были дела поважнее. Возможно, и другое. Территория выжигателя и лаборатория ИХ-10 тщательно охранялась монолитовцами, и проникнуть туда не было возможности. Группу сопровождали всего несколько воинсталкеров, и силы были слишком неравны. Однако, когда вы уничтожили охрану и отключили выжигатель, то у группы появился шанс проникнуть в лабораторию. Думаю, стоит туда наведаться ещё раз и попытаться выяснить судьбу экспедиции. Наверное, вы правы, профессор. Раз уж я ввязался в эту историю, надо разобраться в ней до конца. Пойду снова в ИХ-10 и тщательно всё осмотрю ещё раз. Меченый, я с нетерпением буду ждать вашего возвращения и рассказа о результатах поисков. Для меня крайне важно узнать о судьбе этой экспедиции. Разумеется. Постараюсь как можно раньше сообщить вам, что мне удалось разузнать. Тем более, что вы всегда делитесь со мной важной информацией. Понятно, найти группу учёных в лаборатории ИХ-10 и узнать все подробности. Да, ё-моё. Опять в ИХ-10. Но сначала всё-таки наведаемся в пещеру и посмотрим, что нужно шахтёру. Увидимся уже у него. Вот он, шахтёр. Привет, ты просил зайти после того, как я узнаю о судьбе моего друга. Привет. Ну что, нашёл его? Друга нет, а тех, кто убил, нашёл. А у тебя какие новости? Новости две. Первое, сейф не открыли. Слишком сложный замок. Да ещё, кроме шифра, требуется электронный ключ. Автогеном резать не пробовали. Если в сейфе есть что-то из документов, могут сгореть. Но есть и новость получше. Ходили мои ребята на разведку. Так вот, есть спец на неразведанной земле. Ну, ту территорию так называют. Он сможет открыть этот железный ящик. Искать его надо в лазарете. Это что-то типа лечебницы. А что за территория? Это большой лес, знаю его ещё с детства. Там друг у меня был, жил в охотничьей избушке. Все его стариком звали. Если встретишь, привет передавай. Забирай сейф и попытай счастье на неразведанной земле. Тропка туда ведёт со свалки. Я отметил в ПДА. Обратный путь также отметил в ПДА. Спасибо, пойду посмотрю на эту неразведанную землю. Ещё увидимся. Ну, неразведанную землю, я думаю, в следующей серии пойду. А сейчас я хочу наведаться в Лабу Х10. Хотя, наверное, на неразведанную землю было бы удобнее сходить сейчас, да? Или нет? Это кто? Ну, вот это как раз-таки отшельник. Переход на свалки, да? Хм. Блин, это ближе всё-таки. Ай, чёрт с ним. Ладно, давайте сходим на эту вашу неразведанную землю. Как не вовремя. Опять с артами что-то не так. Надо посмотреть. А чё с артами? А, плюс две булдыги, да. А чё за арты у меня пропали? Я не совсем понял. Ой, блин. Знал бы, я выложил. Ну ладно, раз уж попался, то чё, то ничего. Да, теперь у меня два свободных слота, ну ладно. Так, какой-то чёрт меня встречает, звездочёт. А, здорово, здорово. О, привет, ты откуда тут? Да ещё и сырой до нитки. Вроде дождя не было. Привет, ну я тут бываю иногда. Вижу, и ты тропку сюда разведал. Да промок немного с базы. Ну, вернее, в болото угодил. А ты тут зачем? Я вот сейф в волоку. Говорят, тут где-то есть лазарет, а там спец по замкам. Не подскажешь? Что за сейф? О, слушай, а может быть ты мне его продашь? Что-то ты звездочёт темнишь. Зачем он тебе? И что за база? Всё узнаешь, но не сейчас. А по данной территории, вот что скажу. Давай напрямки, налево сразу. Пройдёшь овраг и сопку. Там будет зимовье, стоянка сталков. У их командира всё и узнаешь. По тропкам не ходи, тут полно снайперов в маскалатах. Пулю схватишь. Да, ещё есть несколько охотников на вершине центрального холма. Но те ребята мирные. А я, а я на свалку пошёл, дело там есть. Ну что ж, и на этом спасибо. Если это правда, конечно, пойду напрямки. Понятно. А где я? Ага, понял. Тут охотники или не тут, подожди. Я, наверное, к отшельнику должен идти, да? Или куда? Я не понял. А что тут такое огромное болото, что ли? Я только знал про вот это болото. А это что такое? Ладно. Ну, наверное, пойду в первую очередь зайду к отшельнику. Как он сказал? Налево сразу пройдёшь, в овраг и сопку там будет зима. А, понял. Ну, короче, сейчас поищем. Даже тут я слышу вертолёт. Как меня запарили эти вертолёты. Да, я прихожу с учёными поговорить. Я его ненавижу просто. Так, отшельник. Ну, в принципе, всё. Тут только с отшельником можно побазарить. А вот она, стояночка сталкеров. Так, а ну-ка, здесь должен быть тайничок. Чекнем, что в нём. Ну, в нём по дефолту. Комби-сталкеры, три аптечки. Оставлю тут комби-сталкера. Так, радио свой вырубай. Чё у тебя тут? Ну, давай побазарим. Отшельник. Hello, нехило вы тут устроились. А что за вертушка крутится? Вояки достают. Привет. Зачем пожаловал? Насчёт вертушки не беспокойся. У нас с военными взаимовыгодный договор. Недавно мы одному майора от снайперов спасли. Вот и договорились. Раз в месяц он нам вертушку даёт. А мы на ней, на большую землю, арты отправляем. Ну и военным бабло тоже достаётся. Так что они не в обиде. Понятно. Здорово. А может и меня на большую землю отвезёте? Ух ты какой. Вертуха летает только за периметры, не дальше. Там моих людей с товаром уже ждут. Денег дают. Не то, что местные торгаши. На порядок больше. Получаем бабло, оружие, продукты и обратно. Кстати, два моих балбеса, что должны прилететь, сообщили, что на вираже у них ящик с оружием упал. Ёпть, сейчас вертуха сядет. Ты поспрашивай у ребят, куда тот ящик упал. Да принеси. А я взамен с тобой инфой поделюсь. Да ствол неплохой дам. Ясно, принесу, если найду. Территория для меня новая. Хотел вот только спросить, а до лазарета отсюда далеко? Ну, значит договорились. Выходи во двор, встречай вертолёт. До лазарета рукой подать. Как выйдешь из избы, сразу налево. В горе есть пещера, там Шура. Гинеколог заправляет. Кликуха смешная, но мужик грамотный в медицине. Кстати, посылочку ему передай. Но сначала ящик мне отыщи. Об остальном позже поговорим. Договорились. Гинеколог, серьёзно? Ты серьёзно, чел? Ладно. Я просто что-то помню, зарекался про гинеколога. Ну и чё, давай, садись, вертик. И чё он не садится, чё за развод? А, вот тут садится. Я думал, он тут сядет. На голову сталкером. Так, ну-ка, сейчас будет минус башка. Оба. Не, не получается. Ой, вертелёт, ты куда улетел? Так, ну высадились какие-то пацаны. Жура Гость. Привет, скажи, как можно выронить ящик из вертухи? Привет. Лучше не спрашивай, и так я леживой. Чуть лунатиком не стал. Видел, какие виражи вертолёт выписывал? Да уж, Камикадзе за штурвалом был. Не то слово. Этот лётчик, пока мы товар разгружали-загружали за периметром, успел две бутылки горилки на грудь принять. Я думал, пока летели, мне все кишки в узел завяжет от его виражей. Вот мы люки открыли, чтобы хоть чуток воздуха глотнуть. Ведь почти уже долетели, а он такой зигзаг выписал. Почище, чем мёртвая петля. Вот ящик и выпал. Да и я чуть следом не отправился закон Ньютона подтверждать. Да, а ящик-то где упал? Ящик аккурат в болотце угодил. Их тут всего три. Одно большое за оврагом, оно тебе незачем. А в самом овраге, что справа за сопкой, есть ещё два. Одно прямо тут рядом, а одно маленькое, в другом конце оврага. Вот в том дальнем болоте и надо искать. Ну что ж, хорошо, что хоть на этой территории упал, а не на ЧАЭС. Это точно. Так, несколько болот, да? Ну вот это большое он улетит. Вот это мне или где? Маленькое. Хер его знает, где оно маленькое. Ну ладно. Так, он сказал налево. Вот тут, видимо, где-то должен быть вход. И там гинеколог. К нему надо сходить. Ёб твою медь, это что такое? Мишки? Здравствуйте. Давно не виделись с вами. О, один медведь улетел. Ну-ка, а ломик мы заценишь? Заценил. Но лапа не выпала. Ещё один, Мишка. А ну-ка, свала давай. Да. Нет, стой, 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 стой. Блин, не выпало ничё. Лапа мне нужна. Я просто не помню, у меня есть запасная лапа в нычке. Медведя или нет? Короче, просто хрень какая-то происходит на этой локации. Кругом мутанты. Все попадают в аномалию. Где-то кто-то кого-то колбасит. Так, ну я на месте. Где-то здесь должно быть. Судя по всему. Чё такое? Не лутается. Так, ага. Тут какой-то телепорт. Здравствуйте. Я оказался на камне. И где гинеколог, ёпта? Хер его знает. Нету его. Ладно. Вдруг я не туда пришёл. Так, ну короче, погнали ящик искать. Чё ещё могу сказать? Опа, пацаны. Два человека отмечается. Федька, пират, мститель, снайпера. Хм. Ну давайте снайпера. Посмотрим, кто из нас снайперит лучше. Ой, ёпт вы иметь. Это чё-то вообще не те снайпера. Алло. Идиот. Он просто выбежал на меня с РПГ. На какие-то странные снайпера. А я думал снайпера это когда ты со снайперской винтовкой сидишь, а не с РПГ. Да уж. Не, ну по мне стреляют уже не с РПГ сейчас. А вот сейчас с РПГ жахнули. Ладно, короче, буду их игнорить. Потому что я вообще не вижу где они. Тем более вечером. Ну и вроде они не попадают по мне. Так, ящик нужно искать где-то здесь, как я понял. Ой, здравствуйте. Снорки, блин. Как же вы не вовремя. Оу, щит, как больно мне. Готово. Здорово. Всё. Так, ну стопы лично меня будут, я думаю. Ой, я слышу, сталкер не прячется. Найдём. Так, о, вижу ящик, сразу увидел. Здорово. Всё. Принеси заказ. Ща принесу. Добрался я до базы. Вот, держи ящик. В болото он упал. Всё промокло, но не разбилось. За ящик спасибо. Раз уж ты сюда попал, да хорошее дело сделал. Держи пушку неплохую и немного патронов к ней. Мне её сталкер один подарил. Жека кличет. Ещё хочу предупредить. Тут полно снайперов в масхалатах. Выслеживают всех подряд и убивают. С какой целью они это делают и кто они такие вообще неизвестно. Лагерь у них здесь есть. Спасибо за инфу и ствол. Мечтал узи попробовать? Вообще не мечтал. Ладно, не за что. Кстати, я арты покупаю. Правда, дёшево. Но если есть ненужные, приноси. Да, заходи, если чего. Может, работа для тебя найдётся. Понятно. Так, ну я, наверное, на этом буду заканчивать. Клинок удачи. Лол. Что это? Модификация клинка Марпеха Кабар Юйс Месси. Имеет более длинное лезвие для изготовления и использования другой тип стали. Как результат, меньше износ, выличный радиус и глубина поражения. Понятно. Поэтому мне нужна будет по нему инфа. Вообще, чё там, кто он? Какие у него там свои ловушки, фокусы есть? И два. Ну, просто уже, по-моему, запись достаточно идёт. Поэтому, чуваки, большое спасибо всем за просмотр данной серии. Если она вам понравилась, не забывайте ставить лайки. Подписываться на мой канал, прожимать колокольчик, если вы здесь впервые. В описании также лежит ссылка на плейлист, если вы пропустили какую-то серию. И ссылка на скачивание этого мода и на мою группу ВКонтакте, где сейчас проходит розыгрыш ключей. Большое ещё раз спасибо всем и пока. Субтитры сделал DimaTorzok